Ми-26. Самый большой в мире вертолет из серийно выпускаемых. И легендарные машины, которые принадлежат 11 мировых рекордов. Теперь на вооружении силы Воздушной обороны Казахстана стоят два таких винтокрылых гиганта. Наш второй вертолет прошел капитальный ремонт и модернизацию на авиазаводе в Новосибирске. Еще несколько месяцев шла подготовка экипажа. И вот, наконец, сегодня совершил первый самостоятельный тренировочный полет. Изделие 90. Советский, а затем и российский многоцелевой транспортный вертолет, разработанный ОКБ Михаила Миля. По классификации НАТО ГАЛО или ОРЕОЛ. Он получил такое название за свои огромные размеры. Грузоподъемность этого гиганта около 20 тонн полезной нагрузки. Причем в книгу рекордов Гиннесса Ми-26 вошел именно за то, что поднял этот груз на почти недостижимую для вертолетов высоту. 6 тысяч метров. Подобный технологический прорыв стал возможен благодаря разработке конструкторским бюро прогресс двигателя Д-136, мощность которого превысила 10 тысяч лошадиных сил. Сегодня гигантскую машину, кроме России, эксплуатируют еще 12 стран мира. Причем и в гражданском, и в военном секторе. Стоимость одного вертолета оценивается в 25 миллионов долларов. И частичное восстановление казахстанского авиапарка стало возможно лишь сейчас, когда выполняется специальная программа по технической модернизации армии. Первый модернизированный Ми-26 поступил на вооружение три года назад. И вот теперь нашим вооруженным силам послужит второй, с бортовым номером 92. Машина, ну она с завода, новая техника есть новая техника, в принципе. Легко управляется, мягкое управление. Ну и двигатели Д-136, они о себе дают знать, потому что они самые мощные двигатели вообще вертолетной армейской авиации. Чувствуются, что есть мощь, которая действительно для чего предназначена. Экипаж этой огромной машины состоит из пяти человек. А когда необходимо обслуживать специальное водосливное устройство для тушения пожаров, на борт поднимается еще один специалист – бортовой оператор. Вертолет может поднять сразу 15 тонн воды. Максимальная скорость Ми-26 – 295 км в час, а дальность полета с тремя дополнительными баками – почти 2000 км. Таким образом, машина может взять на борт 82 десантника с полным вооружением и перебросить их с одного конца Казахстана на другой. Это незаменимая транспортная система, когда речь идет о бескрайних казахстанских степях. Также для Ми-26 достижима любая площадка в горной местности, куда невозможно добраться наземным транспортом. Еще одна уникальная особенность именно наших машин – это единственные в мире два экземпляра Ми-26, которые адаптированы для заправки топливом, бронетехники в полевых условиях. С сегодняшнего дня экипажи, которые будут обслуживать 92-й, начинают активную подготовку. Уже в мае этого года вертолет будет представлен в качестве экспоната на Международной выставке вооружений в Астане – «Кадекс-2012». А в перспективе планируется ввод в строй еще двух таких машин. Григорий Беденко, Владислав Шишко, агентство «Хабар» из Алматы.